Доброе утро вам, мои золотые, любимые, самые ПП-фитоняшечки. Сделала я себе пейсики по совету моей зрительнице прикрыть залысины. Спасибо, сказала мне раз пять уже, что я пришла. Цветок загадка. Коренечек-пенечек. Что с ним делать, а? Если мне Дима выгонят из дома, виноваты будете вы. Я вас сразу предупреждаю. Так что готовьте раскладушки, девочки. Доченька, ты-то взгляни на маму. Папа меня не выгонит. Посмотри на меня. Не выгонит. Доброе утро вам, мои золотые, любимые, самые ПП-фитоняшечки. В общем, у нас сегодня, видите, какое солнце. У нас сегодня прекрасная погода. У нас сейчас 12 часов дня. Для меня это вообще утро. Я не знаю, вот напишите, для кого 12 часов еще утро. Это, мне кажется, не зависит от того, работаешь ты или не работаешь. Это зависит только от того, насколько твои биологические часы тебе дают знать, как себя чувствовать. В общем, ребята, у нас такие дела. Срочно бегу за Вероникой в садик. Бегу за Вероникой в садик срочно, потому что в садике нету отопления. Прорвала труба! В общем, дело труба, девочки. Надо бежать за Никой в садик, расслабиться и сделать все, что я хотела. Без Ники у меня не получится. Одеваю наушники. Включаю себе сейчас классную музыку. И бегу за Никулькой, потому что холодно будет ей спать, конечно. Холодные постельки, холодное помещение. Быстро остывающие. Нам это все ни к чему. Вот, поэтому будем все делать с Вероникой. Я вот такая вот. Я-то вам все рассказываю, как я худею. Я себя не показываю. Вот как я похудела. Живот уходит, ребят. Попа уходит. Только знаете, что она опускается. Нужно, чтобы она поднялась. Ее немного подкачивать. А вообще, впрочем, я довольна тем, как все уходит. Только вот эти вот места, конечно, будут трудно убрать. Штаны сползать начали. И нужно обязательно делать и выпады, и нужно купить обязательно резинку, с помощью которой делать усилия на внутреннюю часть бедра. Сделала я себе пейсики по совету моей зрительнице прикрыть залысины. Сказала мне зрительница вчера. Я не обиделась ни в коем случае. Я зовут Наташенька. Что, значит, вот эти мои залысины, вот так вот я вот так ходила. Что-то в залысинах еще и перхоть. Надо прикрывать. Вот. Поэтому я теперь с пейсиками хожу. Посмотрите. Скажите, как лучше, вот так или вот так? Я не знаю. Мне нужно мнение всех моих зрителей. И еще раз говорю по поводу внешности, ваших советов, адекватности и всего остального. Я на вас ни в коем случае не обижаюсь. Я вас слышу. Я вас понимаю. Я верю, что вы поможете мне стать еще лучше, чем я есть на самом деле. Все, я побежала за Никулькой. Пошли со мной. Я вам буду показывать красивую погоду. Не как вчера показала вам стихию. Сказала и не показала. Представляете? Психо, кошмар. Не блогер, а что-то непонятное. Смотрите, какое солнышко. Я иду в наушниках. Кайфует этих наушников. Вы спрашиваете, они крутые, реально. Сейчас солнышко будет. Ой, а сейчас, ребят, впереди меня ждет испытание. Нет, не ветром, грязью. О, боже мой. Так, начинается. Здесь литипа травки, кстати, даже не четок. Она сухая. Пришла Заника, она уже раздетая тут вся. Без костюма, уже лежит в постельке. Сопли из носа, плакала точно. Спасибо, сказала мне раз пять уже, что я пришла. Знакомая песня. Ника, вот это да. Вот это свезло. Отойти не может от двери. Па-па-па. Скибрей. Па-па-па. Все, настанет у девочки. Останется. Пошли. Ну, слава богу, сама, сама решилась. Любимая песня танцевальная наша. Пошли. Пошли, пошли. Вперед. Кар-кар-кар-кар, там не сядь. Смотрите. Нашла качели, сидит, сопли из носа текут. Это Юля так все вакцину старается сделать. И сидим. Не можем сдвинуться. Там Андрюша со школы идет, сто процентов. Или по дверью уже или идет. Вот. Упало колени черные в грязищу. Ну, эти штаны мы не носим оригинальные от этого курточки, бережем. А эти уже не жалко. Стираю каждый день. У меня медведь в руках. И кофту намочила в садике супов. В общем, завтра в сад мы не пойдем, потому что холодно очень сильно. В садике, конечно, сейчас ходить себе дороже. Шапку натягивает. Вот уже! Ну, ты же съела бы и все. Будем дома сидеть завтра. Спать. Спать есть. Спать. Спать, да. И есть. И ням-ням. И ням-ням. И опять спать. И ням-ням. Ребята, решила я тут своей орхидеей удобрить вот этим веществом. Ну, слушайте, я ее разобрала. И смотрите, как пересохли у нее корни. И они все вот эти вот несчастные, мертвые. Их все надо посрезать сейчас. И вот как мало тут корней осталось. А листья-то какое большое. У меня все орхидеи погибают вот от этого. Что с этим делать? Кто у нас специалист? Девочки, пишите. Что делать, чтобы они так не сохли? Я ее то часто боюсь купать, потому что гниют. То редко боюсь. Они высыхают. Какой-то, короче, замкнутый круг с этими орхидеями. Кто говорит, что они не сложные в этом, в уходе. Я не знаю. Для меня это просто какой-то цветок загадка. Загадка. Коренечек-пенечек. Что с ним делать, а? Кто там? Что там, Андрюшка? Андрюша, что делать с растением, когда у него корни пересыхают? По логике надо поливать больше, да? Да. Что ты екаешь? Замерз? Или переел? Просто так? Развиваю это удобрение. Сейчас будем купать. Набьем. Водиться это сюда. Стоять. Пить. Я надеюсь, зацветет, примется, корни отрастут какие-то побольше. Это что-то реально слабовато. Все. Пусть стоит. Смотрите. А вторая моя орхидея растет в земле. Тут только сверху. Кора. Ой, нет. То она у меня росла в земле, а сейчас уже не растет. Короче. Росла она у меня, эта орхидея в земле. Смотрите, какие корни. Эти листья здоровенные выросли. Потом я ее пересадила, потому что я вспомнила. Потому что я и корни чистила тоже. Но смотрите, какие у нее живые, красивые корни. В общем, то ли ей легче стало после земли, то ли она наоборот. Видите? Такая мясистая, красавица стала. Сейчас я ее тоже покупаю. Но она, между прочим, тоже не цветет. Вот как-то я не знаю, что у меня они не цветут. Что они от меня хотят. Какого стресса. Я уже читала, что им надо стресс какой-то создавать. Мне кажется, жизнь со мной, это вообще сплошной стресс. Может, им много стресса. Что я сегодня так, слушайте, уснула с Вероникой. Вроде бы солнечная погода. Вроде бы я уже отдохнула вчера. Но что-то я, знаете, вообще просто с Вероникой вырубилась. Еле заставила себя встать. Потому что пока Ника спит, я с кухней расправилась посудомойкой. И орхидеи, то есть, меня мучает, что их надо покупать. Вот я до них добралась. И все. Сама хожу такая прям, знаете, полутуманная. Может, завтра будет уже дождь. Потому что я просто такая вообще просто. Юлечка-тряпочка. Спать хочу, не могу. И волосы буду красить. Пишите мне. Волосы из цвет страшный, ужасный. Что-то там надо отрезать, что-то пришить. О, Боже, куда я иди? Вот что, если я вот это все отрежу, то все вот тоненькие сопельки будут торчать в разные стороны. Я буду, я к чумате фозная ходить. Это вы этого хотите? Нет. Я волосы покрашу, но отрезать я их точно не буду. Пусть сами отрастают. Так, там стиралка стирает, потому я там не включилась уже. Потому что жужжит и бомбит. В общем, я намазалась этим чернилом. Я буду черная сто годов. Если меня Дима выгонит из дома, виноваты будете вы. Я вам сразу вас предупреждаю. Так что готовьте раскладушки, девочки. Готовьте. Доченька, ты-то взгляни на маму. Папа меня не выгонит. Посмотри на меня. Не выгонит. Кто-то задумалась. Может, выгнать, да? Капец. Посмотри вот мне сюда. Смотри, даже не хочешь, да? Ребята, показалось, что цвет волос. В общем, вот так вот. Ну, вот так вот. Я не могу пока понять. Я состригла концы. Все, которые такие прям перепаленные сильно, чтобы они не вымывались быстро, как вы мне написали. Посостригала все кончики. Вот такой цвет волос получился. Покажу вам завтра еще при дневном свете. А сейчас иду мыться, потому что спать хочу невероятно. Два раза уснула, просто на кровати. Просто организм вырубается. Я не знаю, пока что со мной происходит. Вот эти все мои жалобы. Отдохнуть устала, устала, болела. Ну, что-то... В общем, я не зеленая. Вот. Мне кажется, это больше такой натуральный цвет. Не знаю, короче, я пока не знаю. Пишите, как вам. И... Стоит ли, может, сделать какие-то светлые прядки. Ой, девчонки, эти эксперименты меня, честно говоря, уже утомили. Все, я в душе спать, потому что не могу даже стоять на ногах. Завтра будет новый день и при дневном свете я вам покажу волосы. Пока Николька там умывается, у нас уже утро, я покажу вам, какие я вчера веточки наломала по дороге из сада детского, когда мы шли. Смотрите, эти веточки, хочу заметить, были срезанные то ли кусты, то ли деревья, я не пойму, что это, потому что порезанное уже было. И я наломала вот этих веточек, они красненькие такие, уже с бруничками, и значит, на них скоро-скоро появятся, слушайте, ребят, даже, по-моему, не листочки, а котики появятся. Вот посмотрим, интересно, что на них появится, потому что котики, это же на вербе. И вот такой вот кусочек весны вместо елки нашей появился в нашем доме. Всем желаю приятного дня, пусть в вашем доме тоже начинается весна, пахнет всегда вашими любимыми блюдами. У меня кофе пахнет сейчас. Я сажусь смонтировать для вас видео. Знаете, я вас всех люблю, целую. Будь умничками. Встретимся с вами завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok